Всем привет, это новый влог. Салаванцы пойдем, говорим. Всем привет! Мы только что нашли 3D принтер, это значит, что все макеты напечатаны на 3D принтере. И вот это реально новость. Я это вставлю. Все воспалительно. Ну что? Да не, можешь стоять. Ну ладно. Да я не буду начать. Да не надо начинать. Красавица держалась до последнего. Я тебе хочу сказать, что все твои кудряшки, они уже... Распались. Матушки стали, да. Ты видел? А, да, это атлес. Атлеса? Ну, выживание. Кто смотрел влог с выживанием, вот. Доказательство, что я там был. Я не смотрела. Короче, всем привет, ребята, это новый влог. Мы записываем видео, вот. Здорово, бандиты. Привет! У тебя есть этот канал? Да. А как называется? Давай напишу лучше, не запомнишь. А я попаду влог? Ну да, я сейчас смонтирую, попадешь. Как тебя зовут? Меня зовут Максим. Здорово, Максим. Привет. Саша. Привет. Сейчас подожди, я найду. Подожди. Да я никуда не тороплюсь пока. Всем привет. Пиши. На русском, на английском. На английском сейчас. Вот, можешь подписаться, если хочешь. Подпишись. Давай, попадешь во влог обязательно. Пока. Пока. Прикольно. Короче. Хватит толкаться, ты достала, блин, меня. Короче. На БДНХ, как вы видите, до сих пор у нас что? Новый год. Да. Все украшено. А еще я видел Макдональдс, который находится там. И мы обязательно туда зайдем, потому что я же Жесть какой голодный. Love me like you do, love me like you do. Красивая же песня. Да. Мама увидит. Не спорю. Порадуется. Давай так уже радуйся. Да? За что? За что я все решила. По поводу с чем? Да я боюсь. Ладно, без подробностей по поводу. Классная песня. Если вы знаете откуда она, вы конечно знаете. С 50 оттенков серого. Получайно шел и наткнулся на баннер, значит музей иллюзий. А потом мне пришло в голову и я вспомнил, что несколько лет назад этот музей иллюзий существовал. Вот. Я нашел его в интернете. У них был дурацкий сайт. И я ну типа запилил им макет сайта классный. Вот. Я помню даже связался с самым главным там менеджером или владельцем даже короче этого музея. Типа пытался с ним договориться, ну как-то насчет типа я им дизайн, они мне там может что-нибудь подгонят на халяву. Вот. Не, не получилось короче. Ну я тогда вообще по-моему ребенок был. Типа лет семнадцать, не знаю, шестнадцать. Где-то так. Ну ты их сделал, они взяли и... Не, не, не. Я короче нарисовал макет, но я честно говоря не помню чем там история закончилась. По-моему он им понравился, но мы потом что-то не сконтачились в итоге. Ну короче вот такая история вот, да. Сейчас просто шли, встретил баннер и такой сразу вспомнил. Чё? Чё? Целоваться пойдем говорим. Осторожно. Не, не ушиблась? Не испачкалась? Нормально все? Я испачкалась. Ммм. Я испачкалась. Испачкалась. Как я теперь буду ходить? Что это за? В общем, ребята, только что мы зашли в макет Москвы музей. Сразу же наткнулись на такую вот гигантскую плакатину. И знаете что это? Это же Курский вокзал. А тут наши универы где-то. Это Арма. Да не, не показывай, а то придут. Так. Я уже увидел макет. Офигел. Сейчас пойдет Маша. И она говорит, ей нужно сконцентрироваться и сформулировать эмоции. Поэтому мы стоим здесь пока и ждем. Я только что посмотрел одним глазом чисто. Офигенная тема. Сейчас вам покажу. Сейчас мы только эмоции кучу соберем. Идем. Готово? Ну я подержала. Давай. А че? Я честно тебе немного не... Это вся Москва? Ну вот, чтобы вы понимали. Офигеть. Выдавила чисто. Офигеть. На самом деле это очень мощно, ребята. Это просто охренеть как мощно. Смотри, свет выключился. Москва без... Свет врубается, свет врубается. Офигеть. А интересно, это че? Офигеть. А что это? А это что? Интерактивная карта. Это для тебя специально. Залазь. А я честно смотрю? Я не так понимаю. Оскоски. А че это? Ну тут, наверное, выбираешь, смотришь инфу. Кстати, экран очень качественный. Он даже видно, что он нажимается физически. Такое редко бывает. Обзор дисплеев. В гостинице Митрополь. Где она? А, это навигатор, да. Ну я тебя не уверен. О-о-о! А как тут, подожди, как тут навигация сделана? Я так понял, это фотография. Сейчас она снимает? Да. Это лайв-камера. Охренеть. Вот круглые камеры, короче, висят черные, если вам видно. И вот это лайв-режим. Потому что тут время, он идет куда-то. Охренеть. Только что врубили подсветку радуги. И я сразу за камеру. Мне так нравятся вот эти всякие мелкие детальки. Это же все очень сильно детализировано. Прикинь, сколько бабла это стоит. Немерено. Да. Поднялись немного повыше, чтобы было лучше видно. Да, и отсюда, правда, вид гораздо круче. Сюда и будет сверху лучше. А это мячило сверху, да? Ну а вот оно, самое излюбленное место молодежи. Парк Горького. Это точно похоже на ГТА. К нам только что подошел какой-то мужик и спросил, не видим ли мы Останкинскую башню. Мы сразу начали искать Останкинскую башню, короче, и в итоге не нашли. Потому что оказалось, что ее здесь нет. Тут, типа, не вся Москва, а только центральный район, да. Также нам сказали, что они планируют расширяться и построить уже, наверное, всю Москву целиком. Тогда это будет вообще жесть. Ну, интересно, это фотки макета или это рендеры? Нет, это фотки макета, скорее всего. На самом деле, было бы прикольно, если бы это были рендеры, потому что это бы означало то, что такой макет существует и в виртуальном пространстве тоже. Ну, там в 3D Max какой-нибудь с моделиной. Тогда это было бы вообще еще круче. Ты нажимаешь и он тоже поменяет. Это вся полностью интерактивная доска. Это значит, что здесь можно запустить фрут ниндзя и наказывать фрукт. В общем, примерно так это все выглядит. Самое крутое, что это бесплатно. Так что приходите. Это 2011 год, метро Москвы. Вот так оно выглядело в 2011. Промотай сейчас на 2020 хотя бы. А, ну да. Оно в два раза выросло. Жесть. Маша разницы не заметила. Но лично я охренел. Мы только что нашли 3D принтер. Это значит, что все макеты напечатаны на 3D принтере. И вот это реально новость. А тут что, стекла нет даже? Давай напечатаем наши копии уменьшенные. Просто решили снять вам дерево, потому что оно необычное. Здесь тройное дупло. И выход со всех сторон. Охренеть, ни разу такого не видел. Подписывайтесь на канал, чтобы видеть больше таких странных моментов. Где локация дупла? Парк ПДНХ. Маша Копатель в деле. Садись. Да садись. Да на 5 секунд. Почувствуешь себя настоящим экскаваторщиком. Мне всегда было интересно такое. Сейчас я иду. Решили зайти под конец дня в McDonald's. Потому что я мечтал об этом. Я был очень голодный. Мы взяли покушать. Маша кушает пирожок. Но, а нам всем приятного аппетита. Сходили в McDonald's. Я выиграл вафельный рожок в гляделке. Маша проиграла. Купила мне мороженку. Но у меня приходится с ней делиться так-то. Я это вставлю. Всё, спалили, на. Короче, пока сидели в Маке... Пока сидели в Маке, Машу на айфон прилетали запросы по аэродропу. И там... Это первая фотка. Мы по фану чисто нажимали принять. Это вторая фотка. Это третья. Тут ничего такого, если что, это скульптура. И вот ещё одна фотка. Мы думали, дальше будет интереснее и горячее, но не было. И мы ушли. Я не успел снять, давай ещё раз. Постанова, постанова. Можно я взял так? О, кайф. Холодно, блин, мороженое есть на морозе. Маша вон сама себя развлекает, мне нравится. Очень удобно. Чекайте наши инстаграмы. Инстаграм твой. Мой инстаграм, мой. Всем пока. Пока.